Добрый вечер. На автоваз пришел умница Бо Андерсон, швед, человек, который был некоторое время заметен на наших горизонтах и, тем не менее, находился на отшибе мирового автопрома, руководя ГАСом, тот самый Горьковский автозавод. Ну, это было что-то типа, наверное, фабрики по изготовлению лаптей из национального лыка. То есть, с нашей точки зрения, это все было очень здорово, но, тем не менее, человек сошел с околоземной орбиты и так локализовался на территории, не до конца интересной всему остальному миру. А вот теперь он на автовазе, его позвал Карлос Гон, и теперь, наконец-то, Бо Андерсон вышел на околоземную орбиту, на привычную для себя. И вообще, мало кто имеет в виду и помнит и подразумевает за этим человеком его все предыдущее поприще в GM, там он занимался глобальными закупками. То есть, это как раз тот самый человек, который увязывал какую гайку, какой болт для GM нужно привозить из какой-то там отдельно взятой страны. Вот эта вот космополитичность, которая в автопроме называется, в том числе локализация, это его любимый конек, он в этом поднаторел замечательно. Вообще, во многих бизнес-процессах автопрома он очень хорошо разбирается. И когда он был на Горьковском автозаводе, он понял, что бесполезно, чтобы это не было делать с легковым производством, поэтому он похоронил наше все под названием «Волга». Заметили мы это, а то, что мы не заметили, по крайней мере, не захотели этого видеть, это массовое увольнение рабочих. Было выброшено за забор несколько десятков тысяч высоко квалифицированных рабочих. Наш пролетариат получил сокрушительный по шее и под зад и оказался за забором. Туда ему, собственно, и дорога. Бо Андерсон провел эту операцию очень спокойно. Она была локализована в пределах одного города, не имела никакого резонанса в прессе и, в общем, к социальным последствиям взрыва, ожидаемого, не привела абсолютно. Бо Андерсон пришел на автоваз и первым делом, что он сделал и сделает, это он за забор выкидывает огромное количество дармоедов, которых там коллекция собрала, десятков тысяч лишних. И надо с этим тоже что-то делать. Для того, чтобы выпускать то количество автомобилей, которые на сегодняшний день являются уделом автоваза, нужно где-то так, ну, порядка 15 тысяч человек. Там работает больше 80. Это не значит, что все будут уволены, это значит, что он будет к этому стремиться. И вы слышали, уже объявлено 7,5 за забор, из них 5 тысяч, это непосредственные производственники. То есть, вот тот самый пролетариат, который, обладая невероятной кривизной рук, созидает самые плохие машины на нашем евразийском континенте. Ну, конечно, есть еще китайцы, которые делают чуть-чуть похуже, но не все. И еще есть индусы, которые тоже умеют делать, наверное, самые плохие, сопоставимо плохие машины. То есть, вот есть три страны, это Россия, Индия и Китай, которые умеют делать очень плохие машины, но все-таки в этом соревновании мы всерьез выигрываем. И Бо Андерсон выгнал уже 5 тысяч работяг, 2,5 тысячи инженеров и прочих ЭТРов за забор. Это первый транш. Скоро за забором окажутся еще десятки тысяч высококвалифицированных тольяттинцев. И вот интересная метаморфоза. Пока эти люди находятся в пределах завода, они вообще-то там не нужны. У них очень спорные показатели труда, очень невыразительные достижения и очень относительные ровные руки. В общем-то, они кривые. Как только эти люди оказываются за забором, выясняется, что это высококвалифицированные кадры. Это такие мастера своего дела. Это такие серьезные люди, что даже как-то неудобно ими разбрасываться. Все-таки есть некая сказочность в нашей стране. Мы любим мифы и убогих обиженных мы тем более привечаем. Поэтому если у себя дома кто-то был не на первых ролях, кто потом судьба его вышвырнула, то мы к нему уже как к беженцу начинаем относиться с определенным интересом, переходящим в трепет и даже некоторое уважение. Изгои у нас в целом в почете. Какой-нибудь человек, пришедший из тюрьмы на волю, он тоже воспринимается как скорее все-таки незаслуженно оказавшийся на нарах. Тем более наша история именно этому и учила весь 20 век, начиная с 1937 года. И мы скорее поверим в то, что он не при делах, не виновен и получил не по заслугам, чем пристально посмотрим и скажем, что скорее всего в случае, если это человек с автоваза, то все по заслугам. Правильно, что он удостоился пинка в зад в качестве рецензии за свое безупречное трудовое прошлое. И вот эти люди оказываются за пределами. Что с ними делать? Во-первых, вы заметили, изменилась социальная политика внутри страны. Если в 2008 году было очень важно швырнуть в этот завод 75 миллиардов, для того, чтобы удержать якобы социальный взрыв, которого быть не может, поскольку в нашей стране в принципе не может быть никаких социальных взрывов. Если вдруг где-то как-то выяснится, что напряженность переходит в разумный предел, просто снизьте цену на водку. И все, и не будет никакого социального взрыва. Тем более в пролетарских районах, в таких анклавах, как, например, Тольятти. Там и завода, кстати, хватает. Есть куда пойти. Но социального взрыва там быть не может. И если раньше чисто политически было интересно поиграть с людьми, с электоратом, восьмой год, там у нас была посадка людей на трон, нужно было как-то с этим немножечко разобраться, лыка в строку, лишний аргументик в качестве довесочка. Теперь уже все ясно, что все стабильно, наше все с нами навсегда пожизненно. Сейчас оно как раз закончит отпуск на даче и вернется после Олимпиады в Москву. И уже никого не волнует, сколько будет уволено на автовазе. 7,5, 10, 20, 30, 40, 50 тысяч людей, уволенных с автоваза, совершенно не играют никакой роли. И вот возникает все-таки вопрос. Куда же этих дармоедов убогих, я имел в виду, вот этих высоко квалифицированных специалистов, отдавших жизнь родному заводу девать? И вот Рамзан Кадыров сделал им предложение, от которого не то, что хочется отказаться, от которого вообще-то отро берет. Я не знаю, что почувствовали несчастные люди, которые на сегодняшний день вот-вот вылетят с завода и получат максимум в качестве деревянного парашюта, пять окладов и все, вдруг удостоились такого великолепного предложения, как поехать в Чечню. Сильно подозреваю, что после этого они готовы всерьез рассматривать предложение Дмитрия Анатольевича Медведева о том, чтобы поехать на Дальний Восток и собой там как-то более-менее удобрить целину и поднять неважно чего, пусть даже и производство. Слово «Чечня» у нас будет брать на испуг последующие поколения, я сильно подозреваю, весь 21 век. И поэтому предложение поехать поработать в Чечню, оно, скорее всего, принято не будет. После чего прозвучало приглашение на завод «Автотор» «Автотор» «Калининград» делать «БМВ». Если бы мы с вами в этот четверг не были свидетелями разборки людей, выигравших суд у «БМВ» в связи с чудовищно низким, истинно жигулевским качеством автомобилей, собранных на «Автоторе», конечно, это бы выглядело достаточно кощунственно, и подобное предложение нужно было бы скрывать. О том, что «Автотор» готов кого-то позвать к себе с «АвтоВАЗа» работать всерьез? Вот этих вот вышвырнутых, никчемных и бесполезных криворуких? Но это была бы, наверное, страшная коммерческая тайна «Автотора». А директор «Автотора» Сорокин объявил об этом через газету. Он через прессу обратился к тольяттинцам и сказал «Вы же квалифицированный! Вы же и есть тот самый пролетариат, которому кроме цепи терять-то нечего! Приезжайте к нам в Калининград! У нас тут 15 заводов, газет, пароходов! У нас рабочая слобода на 50 тысяч, эко-поселок! Я бы даже сказал «Эк-поселок!» Пожалуйста, приезжайте! Мы нуждаемся в вас! У нас развитие! Причем, конечно, запланировано на 2016 год, но мы готовы принять уже сейчас. Если бы мы не знали о том, что BMW в качестве скатилось до уровня «Жигулей», мы бы восприняли это как кощунство, плохую шутку и, наверное, бы изумились. Как же можно этих людей допускать до BMW? Как можно людей с пожизненной кривизной рук допускать до того, на что у нас молятся миллионеры? Семерки BMW, пятерки BMW, X3, X5, X6. Как? Тем более, что если открыть сайт «Автотура», там написано о том, какая грандиозная работа по качеству ведется. Там качество, оно как заклинание. На каждом углу оценка качества продукции ведется по 10 тысячам параметров. Причем, завод «Автотор» удостоен сертификатов международных. Он считается лучшим, ну, по крайней мере, нам так объясняют, среди всей производственной семьи филиалов BMW по миру. Именно здесь теперь, на «Автоторе» в Калининграде стартует сборка новых моделей, потому что качество настолько безукоризненное, что можно доверить. На этом фоне автовазовцы совершенно никак не стыкуются. На самом деле, они стыкуются. Сорокин абсолютно прав. Этих дармоедов самое время отловить, пинками загнать на «Автотор», и пусть они продолжают привычное дело. Они приедут в родную среду. Они будут также традиционно заколачивать кувалды и любое резьбовое соединение. Они будут точно так же гадить в эту машину под названием BMW, как они делали с «Жигулями». У них нормальная пролетарская спайка, солидарность. Эти люди будут очень уместны на «Автоторе». Сорокин не говорит об этом впрямую, что вам там самое место. Он говорит, приезжайте. На самом деле, нас уже не испугаешь тем, что люди с «Автоваза» коротенькими маленькими шажками подберутся к «Автотору». Потому что то, что происходит на «Автоторе», тот жуткий уровень качества, та регрессия и тот кошмар, который они выпускают под названием «Иномарка советской сборки», он абсолютно похож на «Автоваз». Но ничего не поделаешь. Второе заколдованное место в стране. Умница Павел, он же под ником Пол Волн, абонент постоянный, среагировал раньше других и написал. Варианты отправки высококвалифицированных спецов с «Автоваза». Ну, причем по поводу квалификации кавычки. Первое — охранять арктический шельф. Это как раз поможет и Тащу Шойгу. Он очень любит там что-то такое с белыми медведями. Теперь еще и с нефтью все в порядке будет. Второй вариант — отправить в Антарктиду. Это несколько дальше. Третий вариант — отправить в космос. Ну и четвертый вариант — в Чечню. От себя добавлю. Пятый — на «Автоторе». На «Автоторе» самое место. Так, наш лось утратил отвагу, вернулся к привычному противоречию. 8 баллов пробки, но город движется. Мэйл — 10 баллов, движения нет. 65, 10, 9, 9, 6. Ян, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Спасибо вам за передачу. Спасибо вам за мужество. Слушайте. Приятно очень слушать. Очень удачно у нас получилось. Все. У меня к вам вопрос. Муки выбора по автомобилям. То есть у вас так удачно не получается? Вести передачу нет. Участвовать в передаче уже хорошо получается, Ян. Ну, замечательно. Уже хорошо. Так вот, подскажите. Супруге очень понравился «Аутлендер» второй на автомате. Это который уже не «Эксель» или который «Эксель»? Нет, нет, не «Эксель». К сожалению, не «Эксель». Мне больше нравится «Эксель» почему-то. Тогда он уже третий. А, ну, третий. Потому что «Эксель» второй. Я просто за ними так не слежу. Да, был еще первый маленький, который сделали целиком из «Лансера», из полноприводного. Нет. Даже не видел и не помню. Просто прошел, как любая проходная модель, уже не вспоминается. Нету его. Так вот, еще очень нравится «Фрилендер» второй. Так. А я стою за «Судзуки Гранд Витара». Все авто на автомате, все автомобили. И, ну, не знаю, ей почему нравится «Аутлендер». Он побольше. Он здоровый. И багажник у него очень большой. Да, мы уже все эти машины облазили, уже и по третьему разу. Но в «Судзуке» смущает довольно-таки старая конструкция. Ну да, старость. Престарелая машина, она хороша для человека, который понимает, зачем ему нужен постоянный полный привод и понижайка в раздатке. Если машина нужна просто для города, то, конечно, это излишний арсенал. Зачем с собой и в Сидии? 80% в город. 80% в город. Тогда остается красавец «Фрил», в котором любая женщина выглядит блистательно. Либо помощник по хозяйству «Аутлендер». Единственное, что у него не автомат, у него будет... Вариатор? Да. У него автомат ставится только под мотор 3.0, под самый большой. Там уже нормальный автомат, к которому особых претензий нет. Мотор замечательный. Вот эта пара, она достойно едет, тем более превращая машину, ну, не то чтобы в внедорожник, но некое его подобие. Поскольку, в принципе, «Аутлендер» — это нормальная легковая машина. По ГОСТу этот тип автомобиля называется «машина повышенной проходимости». Чудесно. Ну, за рулем всегда я, поэтому очень часто выезжаю на всякие рыбалки, за город, ну, плюс путешествую по бывшему Советскому Союзу. И я даже не знаю теперь, что. Так, давайте по-другому. Глобально. Вы разводиться не собираетесь? Ни в коем случае. Здесь константа. Да. При этом жена за руль даже нос не кажет. Нет, она очень активно выбирает машину, но при этом знает конкретно, что буду я за рулем. Она вообще, в принципе, с правами у вас или как? Да. И сколько она за год метров проезжает по стоянке? Или бывает, что она говорит «дорогой, я поехала»? Или она, в принципе, за рулем? Нет, такого нет. Такого нет. То есть она за рулем не будет? Да, она за рулем не будет. Понятно. Значит, она выбирает удочки, она выбирает сорт пива, она выбирает автомобиль. Нет, нет. Нет, удочки. Я выбираю, алкоголь не употребляю, а вот автомобиль совместно, вот у нас чудесно удалось выбрать Ford Focus 2. Нам он очень понравился, мы поехали за Hyundai Solaris, а рядом увидели салон с открытым багажником Ford Focus 2. И все. Заглянули. Нам обоим очень понравился автомобиль, и не нарадуемся, продаем, с сожалением, сейчас. Итого, Ян, был консенсус по Ford Focus, и нет консенсуса по внедорожнику, по кроссоверу. Если вы собираетесь куда-то... По кроссоверу, да, по кроссоверу. Внедорожнике я ближе к Touareg, но, к сожалению, они сейчас совсем подорожали, и не можем себе позволить его. Да, да, Touareg, увы, 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 хорошая машина, не про нас. У вас остается... Самый правильный вариант, это все-таки Grand Vitale, поскольку спектр применения безграничен. И для жены Outlander, либо покупаете два, либо берете то, что нужно вам. А вам нужна Grand Vitale. О чем вы знаете? Больше нравится, да. Тем более, что на фоне Grand Vitale Outlander будет все-таки побрякушкой. Он будет аморфным, он будет неинтересным, он будет недееспособным. Для того, чтобы кататься по городу, хватит. Для того, чтобы поехать на рыбалку, еще при этом вернуться вместе с уловом домой к жене любимой, не, не хватит. Для этого нужен как раз аппарат Grand Vitale. Тем более, некая работа над ошибками. Второй рестайлинг. Кое-что добавили, кое-что убрали. Мотор 2,4 с автоматом. Достаточно прожорливый. Автомат четырехступенчатый. И все равно это хорошо едет. И все равно, когда у вас, не дай бог, возникнут проблемы, а резина окажется не шоссейная, а, например, слегка зубастая, вы на всем на этом великолепии нормально взгромоздитесь сначала там, где рыбалка, а потом вернете туда, где жизнь хороша. А то есть домой. Илья, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Сергей. Традиционное спасибо за вашу передачу. Спасибо. По поводу вашей темы, я как бы с одной стороны с вами согласен, но, на мой взгляд, вектора немножко не туда. Я бы все-таки вот куда-нибудь в Арктику, а еще лучше на Луну, отправил руководство. Руководство завода. Кого? Соответственно, государство. Ну, есть конкретные лица, фамилии сейчас, конечно, я не помню, на скидку не назову. Это вы с чем предлагаете начать? С нашего любимого генерала? Ну, можно начать еще раньше, вернее, копнуть чуть-чуть поглубже, потому что, естественно, там не единовластно принималось решение. А что касается государства, то я могу сказать опять браво, потому что чужими руками, то бишь руками вот этого приглашенного варяга, они делают дело, то есть они, грубо говоря, увольняют людей. Теперь у них есть прекрасная отмазка, что, ну, это же не мы, это вот пришел какой-то балдец западный и взял и всех уволил. А мы с ним при чем, мы белые и пушистые. А то, что они загнают в такую дыру, вовремя его не обанкротив, не переведя на другие рельсы, вообще не сделав с ним что-либо полезное для нашей страны, а продолжая вбухивать туда миллиарды наших с вами денег, вот где, на мой взгляд, ошибка касаемо этого несчастного создания автоваза. Ну да, это скорее умысел, поскольку теперь уже формально он не наш. Мы два раза подряд продали его французам. Сначала мы продали его за миллиард, потом мы продали его еще за несколько миллиардов. Это блистательная была финансовая операция. Теперь там еще сидит швед сверху, мы не при делах. И тем не менее, он как висел на нашем бюджете, так и остается. И мы продолжаем. Амбрамович тоже у нас дважды прекрасно сначала купил, потом продал, потом купил, потом продал. В итоге все хорошо. У Амбрамовича у него немножко свой сценарий. У него вообще роль в нашей истории довольно интересная. Вот это уголовное дело, когда наши внуки почитают, они многому удивятся. Скажут, дедушки, а как это вы жили в такой удивительной ситуации? Мы скажем, ну вот еще и вас такие чудеса. Потупив глаза, скажем, что извини, внучок не доглядели. Сергей, я хотел бы вот еще такую тему поднять. Вот вы, как бы я знаю, что относитесь не очень, ну опасно, вернее, относитесь к автомобилям у вторичного рынка. Вот. Я могу вам сказать, а посмотрите с другой стороны. Ведь когда человек покупает машину БУ, ну, нормальный человек. Ведь сейчас существует куча клубов, обмен знаний. Сейчас, вот грубо говоря, в интернете можно спокойно найти инструкцию, пошаговую. То есть возьмите отвертку в правую руку, молоток влево, отверните эту пимпочку, возьмите эту кувалдочку. То есть люди, особенно молодежь нашего, новое поколение, они же таким образом мучаются, они понимают, что такое машина, что такое дифференциал, что у них стучит. И тем самым у официальных дилеров становится все меньше и меньше хлеба, что меня непомерно радует. Поэтому я считаю, что БУ-шная машина, это все-таки, наверное, какой-то положительный момент, что люди учатся разбираться в технике, прикладывают свои руки. Илья, это не такой массовый вариант, потому что огромное количество людей, при вышек нажимать кнопочки, они ожидают и сопоставимый результат. Инструкцию они прочитали, и после этого на вопрос, знаешь ли ты, они говорят, конечно, знаю. А умеешь ли ты? А вот тут загвоздка. Ну, не знаю, я вот сколько, извините, ревью, сколько вот я общаюсь, ну, езжу на БУ-шной машинах, соответственно, каждый раз покупаю машину другой марки, я, естественно, сразу захожу в клуб, профильные конкретные марки, конкретные модели, и там куча технической информации. И когда встречаемся в реале, когда вот я приезжаю, я смотрю, действительно, ну, люди, скажем так, младшего возраста, по сравнению со мной с 40-летним стариком, то есть, ну, люди, грубо говоря, они учатся крутить гайки, им это нравится, они тянутся, тянутся, усовершенствуют, дорабатывают. Они тоже есть. Вот, Илья, в каждой теме всегда есть люди, которым это нравится. Мы пытаемся в целом нашу страну обустроить таким образом, что все делали через не могу, через не хочу, а у нас так или иначе всегда, вот то же самое, как в армии, мы пытаемся в армию пинками загнать всех, а есть те, кто любит драться. Вот есть молодые парни, которым очень нравится дать кому-нибудь в глаз. Они должны служить. Не получается. Есть люди, которым интересна техника, они хотят в этом разбираться. Да, они более вольны в своем выборе, и они могут, в том числе, на вторичном рынке блистательно разобраться. Так же, как на первичном, очень многие с удовольствием отращивают зубы, клыки и когти, и юридически, подковываясь, рвут глотку официальному дилеру, за что им тоже очень признателен. Это удел, это удел четырех процентов особей в любом классе млекопитающих. Не больше. Иногда говорят двенадцать. Но согласитесь, что все-таки во вторичном рынке есть свои плюсы. То есть, несмотря на то, что да, это лотерея, да, это бесконечные разводы, обманы, попадания на деньги, риск, но согласитесь, все-таки положительный момент есть. Это не то, чтобы плюс, это наша жизнь, и в нашей жизни всегда будет вторичный рынок. На этом вторичном рынке надо уметь ориентироваться и хорошо, что растет поколение людей, способное в этом всем начинать разбираться. Не спрашивать, а самостоятельно разбираться. Да, в этом плюс есть. Новости. Нашлось. Осмелел до девяти баллов и признал вслед за мейлом, что город стоит. 65, 10, 9, 9, 6. Жан, здравствуйте. Алло. Сергей, добрый день. Я рад вас слышать. Всем уважения вам. Большое спасибо за передачу. Спасибо. Сергей, очень хочу попросить вас помочь мне в таком вопросе, сложном, на мой взгляд. Мой дядя является обладателем автомобиля Range Rover Sport 2012 года. Безумный поклонник этого бренда, постоянно на них ездит. Вот последний автомобиль, купленный в конце 2012 года, 5-литровый, и в конце 2012 года, то есть машине менее года было. В один из прекрасных дней автомобиль просто при, скажем, ввести его, двигатель начал греметь, соответствующий индикатор и заглох. Диагностика автомобиля показала, что слетел от СЭП-ГРМ. Вот. И с того времени, соответственно, с 11 ноября по настоящее время автомобиль находится у дилера, они его тщательно пытаются отремонтировать, нарушая уже все возможные сроки, соответственно. Самое главное, хотелось бы для себя понимать, насколько данная проблема серьезная, в плане того, требуется ли в данном случае именно замена двигателя требовать или это возможно устранить в том замене каких-то компонентов и так далее. Ну, поскольку диагноза как такового нет, есть только предварительное ощущение, что слетела цепь ГРМ, понять степень разрушения трудно, там возможно, что и цилиндропоршневая группа вся целиком под замену, но поскольку ремонт больше 45 суток, соответственно, вождя в праве требовать замены на товар надлежащего качества, то есть на другой Range Rover Sport, соответственно, 2014 года. По закону он имеет это право, но поскольку дилеры лендровера отличаются своеобразием в трактовании законов, они постараются вашего дядю за его 4,5 миллиона рублей вытереть ноги и доказать ему, что у него жигули и никаких прав у него нет. Но ситуация выигрышная, она требует квалифицированного юриста, ну, уровня Антона Нездвецкого, который у нас на эфирах бывает регулярно. Если хотите, можно пойти по этому юридическому пути, можно пойти по чисто техническому, встав рядом и созерцая эпическое полотно ремонта автомобиля в дилерских условиях. На этом можно потратить всю оставшуюся жизнь. Тем более, что по правилам оказания услуг, бытовых услуг населению, клиент вправе стоять рядом и наблюдать это все. То есть, прийти в ремзону, одеть на голову каску или ведро, чтобы не упало, ничего и не пробило. И смотреть, 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 смотреть. Но раз они с 11 ноября пытаются что-то сделать и пусть и упору не сделали, значит, они находятся в тупике. Они находятся в тупике либо по согласованию объема работы и оплате, то есть, кто крайний, либо они находятся в тупике, потому что разруха настолько большая, что нужно просто заказать новый мотор и сказать клиенту, вы знаете, он теперь новый. И ко всему прочему, им неохота этим заниматься, поскольку, видимо, ваш дядя обладает каким-то потрясающим терпением, видимо, переходящим в безграничное чувство юмора. Ну вот терпение уже закончилось и, так скажем, когда мне стало известно в этом случае, я настроен что-то делать активно, но хотелось бы именно вашего совета. Самое главное понимание, скажем, является ли данный кейс основанием именно требовать замены двигателя, или он ремонтирован, то есть, насколько данная проблема серьезная, вот, и за понимание... Еще раз, Жан, в чем именно проблема, я не знаю. Я знаю, что с ваших слов слетела цепь ГРМ, но степень повреждений и вся дефектовочная ведомость, она у меня не перед глазами. Поэтому ответить на вопрос, насколько серьезно все это, не знаю. Скорее всего, очень серьезно. Стоит ли менять двигатель? Но если сиденья и руль настолько родные, что не хочется их менять, можно, конечно, по гарантии потребовать замены двигателя. Хотя закон предоставляет вашему дяде право получить уже новый автомобиль. Чисто юридическим путем. Если хотите пойти именно по этому юридическому пути, то найдите меня через Facebook, я вам дам координаты Антона Нездвецкого. Он один из лучших специалистов по борьбе с официальными дилерами, особенно в рамках закона о защите прав потребителей. Дмитрий, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер, Сергей. Во-первых, хотел присоединиться к благодарностям за передачу. Очень хорошее, интересно слушать. Спасибо. Хотел поведать о работе наших доблестных страховых компаний. Что-то новенькое или все старенькое? Да, ничего особенного. Так, мелочь, выливающаяся, похоже, в очередные геморрой. Доблестная компания ВСК, вот мы именем Страховой Дум, поцарапал во дворе машину, участковый захотел справку о том, сколько предварительно стоит ремонт. Выяснилось, что на всю эту компанию ВСК эту справку умеет давать один-единственный офис, расположенный даже не совсем в Москве, а в ближайшем под Москвой. Так, мало того, приехав туда, а, собственно, по телефону сказали, приезжайте, сейчас зайдем без вопросов, подберите, зайдем без проблем. Приехав туда, за полчасика, наверное, до закрытия, мне сказали, извините, дорогой, у нас специалист вот сейчас уже за ребеночком поедет из сада забирать, ему вам ничего не дадим. Так что, вот так вот хотел поделиться тем, как замечательно работают наши страховые. Но это, видимо, только начало вашей эпопеи. И, кстати, странная позиция участкового. Ему зачем эта справка? Его какое собачье дело? Погласим с вопросом. Видимо, он хочет точно удостовериться, что не ударит по кошельку страховой компании. А его компетенция заканчивается на уровне подтверждения факта повреждения вашего автомобиля во дворе. А все остальное не его ума. И если участковый говорит, что он вам выдаст какой-то документ только после того, как вы исполните перед ним непредусмотренные законом условия, то вот именно эта вежливая просьба участкового к вам называется самоуправство. Статья 330 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот именно слово в слово, когда условием для исполнения его обязанности является какая-то новая проблема, требующая решения от вас. Вы участковому не должны вообще ничего, а он вам должен справку. И то, что он вас куда-то отправил за справкой, вот это именно оно и есть. 330 Если хотите на выбор 286 превышение должностных, там чуть больше, там до 7 лет, ну не по этому составу преступления, но тем не менее, порадуйте участкового, что он уже сделал первый шаг по этому интересному пути, потому что если он еще так будет выпендриваться, то с ним тоже придется как-то уже разбираться аккуратно, а с ВСК да, у вас впереди, судя по всему, много увлекательного. Компания серьезная, соответственно, у людей она отбирает серьезные деньги, и в этой связи вряд ли она захочет с этими деньгами расставаться, но страховые компании все-таки создаются не для того, чтобы отдавать деньги. Григорий, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте, Григорий. С удовольствием слушаю вашу передачу. Спасибо вам. Сейчас это бывает очень остро. Сегодня, к сожалению, не попал на 15 минут первую, поэтому не готов к обсуждению. У меня вопрос по автомобилю. Опять, выбор Citroën старый Пикассо 2005-2007 год на механике. Одна 1,8 в богатой комплектации, другая 1,6, но зато на два года моложе. Что бы вы портфелье? Ну, если вы найдете машину, которой у вас лично претензий нет и подозрений, то берите ту, которая живее. Вообще, машина не самая популярная, и сказать, что вокруг них будут какие-то особо криминальные уловки и подвохи, нет, но всегда на вторичном рынке есть все-таки у людей стремление скрутить спинометр, и вам нужно просто сопоставить вот тот пробег, который вам декларируют. он соотносится как-то с внешним видом, с потертостью руля, с потертостью сидения. Ну, я загоню их на сервис, соответственно, и уже исходя из этого буду смотреть. Но, Григорий, обратите внимание на этот парадокс. Когда мы приезжаем в сервис и сдаем туда машину на какое-нибудь техослуживание, выясняется, что там некомпетентные вандалы, ломающие нашу технику. Когда мы покупаем машину на вторичном рынке, мы уповаем на этих вандалов и говорим, что мы приедем на сервис и они проведут диагностику. Я поеду к друзьям. Вера есть. Если к друзьям и если есть вера, а также надежда, переходящая, не дай бог, в любовь, то, конечно, лучше так и поступить. И при этом будьте подозрительны. Спросите, если машина, например, седьмого года, но ей не так много лет для того, чтобы ее продавать. Что, да как и где? Туда посмотреть, сюда посмотреть. Тем более, что автомату этой машины скорее всего окажется тот самый пресловутый всефранцузский Renault Peugeot Citroёn самый плохой четырехступительный. только на механике с автоматами все уже наел. Вот, вот об этом и речь. Тогда на механике у вас получается очень неплохая перспектива и здесь важно просто посмотреть, оно живое или оно уже померло? Если оно живое, то да, замечательно. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Я вот немножко верну обсуждение к первой части. Давайте. связанного состава. Тут, так сказать, на днях прошла такая очень интересная информация, сразу же пуск событий. Значит, первое, то, что хочет, так сказать, бывший спиртовой водочный король Муфиози, дерев, 4 миллиарда вкладывать, значит, там опять на Кавказе какое-то, значит, сборочное производство, значит, под маркой Чеченавта, не понимаем, по что будут собирать. Ну, да, это завод Дервейс собираются открывать свой, мягко говоря, производственный филиал в Чечне. Ну, замечательно. Черкесы с чеченами договорятся. Ну, понятно, но за наш счет, как я понимаю, потому что все это будет, скорее всего, датируемое производство, как датируемые цены, и все будет, собственно говоря, за счет бюджета. Это, я думаю, никто не сомневается. У меня вот другое, так сказать, совершенно заявил еще, сейчас, мол, неделю назад, господин, наш глава, вице этого Чеченской республики, что он всех уволенных приглашает работать на аргу на авто, вот, уволенных с автолаза, приезжайте, ребята, у вас здесь будет, значит, все замечательно. Да. Как вы это прокомментируете? Ну, собственно, об этом идет и речь, это как раз, вот те самые два предложения. Первое от Кадырова, второе от Автотора. Приезжайте в Чечню поработать, либо приезжайте в Калининград. Хотя, конечно, и нужно еще кого-то отправить во Владивосток, поскольку там тоже непаханная целина. И речь идет именно об этом, да. Те, кто не испугается Чечни, те поедут и, наконец-то, там своим пролетарским талантом тряхнут. Хотя, если не поздеваешь, что... Тряхнут этим талантом, если по большому счету, да, вот взять вот расходы на переселение семьи, да, ну, так сказать, работника. Вот, это же колоссально. Это у нас никто не будет это оплачивать. Нет, не будет. В Чечне там, как говорится, никаких избыточных площадей живых нет, а там у них, наоборот, все время дефицит. Но в Чечне, в Чечне возможны варианты, потому что, все-таки, во-первых, у Кадырова, у него прямое финансирование от Аллаха, это несколько больше, чем у всех остальных. Вот, где собака порывается. И если он захочет, например, когда ему, он был как гостеприимный хозяин, готов приютить одного француза, так он ему, пожалуйста, очень неплохую квартиру сразу преподнес. И эта квартира оказалась у него в запасе, поэтому у него... Ну, а то работники, которые рабами приедут, собственно говоря, корячатся на Кеченских заводах. И все же понимают. Ну, знаете, мало ли, насколько мы талантливы в своих догадках, но распростертые объятия могут оказаться с очень даже широкой улыбкой. Кадыров в этом отношении мастер хорошо улыбнуться, а с финансированием у него все в порядке. Тем более, представьте себе, если это будет вот Аргун Авто, это же тот самый Дервейс и возникнет. То есть, это не сборочная площадка по производству Жигулей, которая там существует, но мало что производит. Это тот самый интересный заход, когда Дерев, а он, кстати, в этом отношении блистательно поступает, поскольку у него завод-то Дервейс в полном убытке и в прострации, и перспектив у него нет никаких. Он полбанкрот, по-моему, вообще. Он там бегает от этих поставщиков там в Италии. Ну, и тем более, что он сделал ставку на кого? На китайцев, а кому они нужны, эти китайцы. И дальше Дерев делает блистательный совершенно ход. Он приходит в Чечню. В Чечне, поскольку финансирование безбрежное и бездонное, то любой вариант социальной поддержки местного населения во благо оплачивается из бюджета, и тут приезжают еще таланты из автоваза. Великолепно. Есть кому, есть где, есть на что. Новость. Город стоит, а наш лось поджал хвостик и трусливо настаивает всего лишь на 9 баллах. Какой хороший, какой стабильный. Игорь, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я вам звоню уже второй, может быть, даже третий раз. Завсегда ты вы наш. Это же хорошо. Да. Значит, было дело, я таки купил жене Тигуан на ручке 1.4 бензин. И она с удовольствием на нем ездила уже полтора года. И случилась такая вещь. Значит, ну, во-первых, предыстория такая, что у нас показания спидометра путались, я за этой машиной не очень наблюдал, и первый раз масло мы поменяли на 30 тысяч. Ну, так вышло, бывает. Бывает. В конце концов. Да, значит, сначала загорелась кнопка, что, лампочка, что масла мало. Я пошел, посмотрел, какое масло нужно долить, понимая, что там масло, скорее всего, какое-нибудь предварительное, там, ну, тем не менее, оно имеет номер, я долил масло, на следующий день поехали с сервис, они сказали, елки-палки, снимаем с гарантией. Я говорю, ребята, мы разворачиваемся и уходим. Они сказали, подождите, подождите, вам фольксваген всегда пойдет навстречу. Ну, и мы, в конце концов, прошли с сервисом в тысячах, и счастливо ездили. Потом у меня жена въехала, отправляя смс-ку, серьезно, значит, она въехала впереди стоящую машину, ну, совсем слегка, у машины лопал бампер, у нее же был помят немножко номер, и, как бы, все выстало, и после этого в движке появились какие-то шумы. Значит, после этого появился, значит, выхлоп неправильный, после этого зашлась лампочка охлаждающей жидкости. Значит, приехав к официальному утилеру, выяснилось, что полетела помпа, и они заменили по гарантии, и даже не взяли деньги за мой к автомобилям. Я был жутко удивлен, потому что было два прецедента, они могли сказать, что машины... Хотя, в принципе, это ерунда, там, действительно, помят номер, там, ну, как бы их стал бы, как знаете, можно пристать. Значит, и во-вторых, неправильно сделано первое то. И они как бы были не обратились внимания, ты черт его знает. Но я был потрясен тем, что все поменяли, причем перепрограммировали значит, вот этот АБС, то, что у вас огромное спасибо вам, то, что вы, в принципе, подняли эту бучу с АБС, скажем так вот. И я, правда, не знаю, от этого она стала тормозить лучше или хуже, но жена утверждает, что лучше. Мне это больше нравится. Так что вот такая совершенно чудесная история, связанная с тем, что можно было бы, наверное, отказать, но как-то то ли не досмотрели. Правда, сейчас я вижу слева там какое-то пустое место под двигателем. У меня даже есть желание как бы пойти посмотреть на новую машину. Все это осталось как прежде. Но, может быть, просто новые трубки, они как бы смотрятся как будто пустое место. Это история. Игорь, расскажите, назовите имя этого дилера, который так шикарно накосячил вашу пользу. Ну, это на Алтуфьевском шоссе, но я боюсь, как бы они не слушают передачи, они быстро посмотрят записи и скажут ого-го. Ну, хорошо. На вашу смотри. Просто, если уж что, можно было бы похвалить. У нас же есть один герой на всю страну, который взял и пошел с улыбкой навстречу и обнял клиента бежда. Да, значит, страна большая, а шарик маленький, поэтому... Да, не будем, не будем. Один раз пронесло и хорошо. Ну да, то есть, в принципе, если бы была какая-то небольшая авария, в принципе, наверное, это мог быть, и никто не выправлял ни номер, ничего, как бы, то есть, наверное, они могли действительно сказать, что, ребят, вы ударились, и, если бы какой-нибудь патрубок там треснул, как вы думаете? Я не знаю. Да, если бы вы заявили, например, ДТП, и в документах это было бы, они бы именно так и поступили, докопавшись, что у вас были скрытые повреждения, незаявленные, поэтому мы здесь ни при чем, давайте за деньги. Но вы приехали с доброй улыбкой на лице, ваша жена улыбнулась, вы посмотрели нежно, они не среагировали, ну вот как хорошо, когда неопытный специалист, этот самый, персонал, и он сразу понял, что велика Германия, отступать некуда, впереди гарантийный случай. Взял и все поменял. Все поменялось совершенно, да. Значит, и следующий вопрос, он как бы, наверное, не очень правильно, просто в семье есть еще машина 206, седан, она в свое время тоже понравилась жене, вот она сейчас с мертвым грузом, значит, я ее пытаюсь как-то продать, она на ручке с маленьким двигателем, значит, и есть у моего отца машина, на которой, моему отцу как бы лет много, его, раньше он ездил в машину, ну, наверное, в туалет, когда, скажем так, уже года за 70, он предпочитает ходить пешком, и поэтому, когда наступает зима, он эту машину ставит в гараж, и забывает о ней, как о страшном сне, и ездит, и ходит пешком, и ему хорошо, вот, поэтому, у него машина, пять лет, достаточно, как бы это сказать, Nissan Almera, это вот такая вот машина, как бы ее так охарактеризовать, ну, такая, прижимистых людей, наверное, да, ну, вот, он на ней откатался 30 тысяч, я вот думаю, поменять ли такого же года, это вот пятилетняя машина, и одна, и другая, значит, Peugeot 206 седан, потому что она какая-то странная, она симпатичная, но она очень странная, она тормозит хреново, хотя у французов тормоза хорошие, и какая-то она вот не очень. Она к Франции, простите, не имеет никакого отношения? Ну, да, это Иран, по-моему, или что-то такое. Да, да, это Иран. Вот, и она, по-моему, совершенно не предназначена вообще для дороги, то есть, как бы она, это не машина вообще. Вот, и покатавшись чуть-чуть, просто разъездная машина для меня, Nissan, вот эта Almera, я понял, что она, наверное, гораздо лучше, чем этот Peugeot 206. Да. Она такая вот, как бы, у нее есть там амортизаторы, она, в общем, у нее колеса, в общем, она тормозит, как бы у нее там, то есть, наверное, стоит поменять, учитывая, что это не вторичный рынок, собственно говоря, совсем, это вот просто забрать машину с 30-тысячным пробегом, как бы, за какие-то деньги там, какие попросят, скажем так. Ну, вы папе собираетесь при этом что-то купить, или вы хотите сдать обе, и избавиться вообще целиком от проблемы? Нет, я хочу себе этот Альмеру оставить, потому что он купил себе другую машину, а я просто прекрасно понимаю, что 30 тысяч, там, 33 тысяча, это не пробег, в принципе, для машины, для любой это не пробег, если только это... Не Жигули. Какая-то, да, не Жигули там. А папа себе, папа что купил? Какую машину он взял? Папа тоже купил Тигуан, вот, ему так захотелось. Ну, молодец, Правильно. Тогда, конечно, сдавайте этого иранца, поскольку он и раньше-то был таким не очень автомобилем, теперь вы его раскусили до конца в сравнении с Альмерой. Вам Альмера пригодится, если гараж и условия хранения есть? Поскольку все-таки машина, которая простоит, например, зиму, представляете, что у нее будет с резинотехническими изделиями? Сальнички, втулочки, как у нее суппорта закиснут, даже несмотря на то, что она вся из себя Альмерой, и всего лишь 30 тысяч. Ну, да, но Альмера, она вот, я у меня вылетел из главы это слово, такое вот, пролетарское, значит, которое характеризует владельцев Альмеры, ну, наверное, это близко к слову прижимистые. Рачительные хозяева. Рачительные хозяева. вот, ну, вот, наверное, их ряды, как бы, не возглавлю, конечно, но примкну. Вольюсь, поэтому... У вас же машина корейская, это же Альмера не японец, это кореец, это Samsung SM3, а он... Черт узнает, ну, ей лет 5, вот так, 5-6 лет, может быть, вот так вот. Вот она подеременнее немножечко, и она не такая японец-то. Если первая Альмера, которая пришла к нам в японской сборке, это была безупречная машина, разорявшая дилеров и вызвавшая в прессе скандал, когда газета Авторевью посчитала затраты на обслуживание, реальное обслуживание автомобиля, выяснилось, потому что Альмера не требует денег, а наоборот докладывает сэкономленное в кубышку хозяину, тогда фирма Mitsubishi устроила грандиозную совершенно истерику по этому поводу, поскольку впрямую сравнивали с Лансером, а у Лансера ценник на обслуживание был такой, как будто вы летите в космос. Потом Альмеру поменяли на машину британской сборки, тут уже стало чуть полегче, начала умирать, а сейчас она была корейцем, ну, с корейцем никакого чуда не произошло. Samsung это не самый сильный производитель маленького острова Корея. Он, конечно, считается полностью на самом деле остров, но в хозяйстве пригодится, грозни тягуанов, которые сопровождают вас на современном этапе жизни, это замечательно, 206 пинком взад, пусть она тихо умрет под забором в объятиях такого же прижимистого, более разборчивого, у вас блистательные автомобильные перспективы. Я понял. Спасибо огромное и за передачу, и за ведущего. Ой, спасибо вам, Александр, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Говорите. Значит, спасибо тоже за передачу, за фейсбук ваш замечательный, за комментарий, который вы там пишете относительно всего, не только относительно автомобилей. Был два вопроса, но времени уже мало, поэтому хочу вот только комментарий. Вчера звонил некто Евгений Александрович, по-моему, вечером, насчет скоростного режима и ограничений. И там была проведена аналогия с Европой и их 50 км в час в городе. Вот, хотелось бы вот короткий комментарий на эту тему. Дело в том, что я, в принципе, очень люблю кататься по Европе на автомобиле, достаточно часто это делаю. И вот там, где в Европе ограничение 50 км в час, там действительно страшно ехать быстрее, лучше ехать 40. На всех более-менее серьезных магистралях, будь то какие-то валютные магистрали, либо то, что проходит через город, бан, ограничений не меньше сотни. И, в принципе, я считаю, что логически совершенно, имея такие широкие проспекты, там, Третье кольцо, МКАД и так далее. Ну, на МКАДе у нас ограничения, в принципе, и так, 100 км в час, да. В принципе, устанавливают ограничения не 60. Вот газета Автор Илю, кстати говоря, недавно провела анализ в московских магистрали, на которых есть ограничения 8 км в час хотя бы. И это, по-моему, в районе 40% что ли получилось от общего числа московских проспектов. Вот ваше отношение к этому каково? Ну, меня тоже вчера звонящий очень сильно удивил, потому что какой-то у него был такой взятый с полки пирожок, не им приготовленный, а состоящий из штампов. У нас, если мы с вами обратим внимание на то, как устроена жизнь, то все наши ограничения, так же, как и, например, тарифы, они взяты с потолка. И объяснить самому себе, с какой стати здесь 20, здесь 40, здесь 60, невозможно. А я вообще стою на еще более радикальных позициях. Я считаю, что, вот, например, я как раз Евгений Александрович об этом и вопрос задал. А на межгороде какое должно быть ограничение? А на мой взгляд, не должно быть вообще. Вот не должно быть у нас ограничение. А в Германии, да, совершенно верно. И в том числе, для того, чтобы отменить это ограничение, не сегодня с утра нужно провести инженерный комплекс мероприятий, который разграничивает встречные потоки. Но ограничение там быть не должно, а в городе только по целесообразности. На этом все. До завтра.